Добрый день, меня зовут Маргарита и сегодня я вам расскажу и покажу, сколько стоит учеба в университетах в Испании. Я думаю, что многие хотят учиться в Испании, поэтому сегодня я вам расскажу на примере этого университета, который называется Университет Помпео Фабре. Я вам расскажу и покажу цену на обучение. Почему именно этот университет? Потому что мы, например, набираем Mejor Universidad de España лучший университет в Испании и можем посмотреть, какой же самый лучший университет в Испании. И нам выйдет, что самый лучший университет в Испании это Помпео и Фабре. Следующий идет Автонома де Брасселона, следующий политехнический в Каталунии. Поэтому я решила, что я на примере именно этого университета покажу, сколько стоит учеба. Например, если посмотрим международные университеты, то тоже, соответственно, это все американские, Англия. А самый лучший по Испании тоже пишет, что это Помпео и Фабре. Следующий тоже, например, можем тут посмотреть. Помпео и Фабре. Ну, в общем, везде Помпео и Фабре пишут, что самый лучший. В разных источниках все равно выходит Помпео и Фабре. Дальше могут меняться, там вторые, третьи, четвертые места. Но первое это Помпео и Фабре. Поэтому мы рассмотрим именно этот университет. Вы можете подумать, что он очень дорогой. Я выбрала самый дорогой. Нет. Это государственный университет. А цены в государственных университетах везде одинаковые. Кто устанавливает цены, это устанавливает каждый регион. То есть мы живем в Каталунии, поэтому цены на государственные университеты везде одинаковые. Хоть вы пойдете в этот университет, хоть в другой по всей Каталунии, цена будет одинакова. Единственное, что меняется, это проходные баллы. В этом университете самый высокий проходной балл по всей Каталунии. Поэтому, соответственно, чтобы сюда попасть, нужно хорошо учиться. Я вам открыла страничку, и мы можем посмотреть, какие проходные баллы. Биология 11.89 из 14. Здесь проходной балл, самый максимальный, который можно набрать, это 14. То есть 11.89, например, для биологии. Юридический 10.66. Какой еще? Экономика 10.56. Инженеры информатики 9.06, меньше, да? Что это? Философия, политика, экономия 12.88. Это, кстати, самый высокий балл проходной из всех. То есть сюда идет больше всего желающих. Что еще здесь есть? Медицина, например. Вот 12.64, тоже очень высокий балл. Журналисты периодизма 11.49, тоже высокий балл. Например, самый маленький балл, самый низкий, да? Это переводчики 5.0, да? 5. Лейнгвоз тоже переводчики. Ну, то есть это самый низкий. То есть здесь можно посмотреть проходные баллы. У каждого университета есть свой проходной балл. Мы смотрим за прошедший год, потому что в этом году еще не выставили. И на всех других университетах проходные баллы будут немножко меньше. Может на какие-то специальности будет на одну там пару немножко выше. Но обычно это самый высокий именно в этом университете. Какие же цены? Цены устанавливаются каждый год. И в этом году в Каталунии установила цены на 30% меньше по сравнению с прошедшим годом. То есть из-за пандемии, наверное, или из-за чего-то еще цены меньше. Это цена 17.69, 25.04 и 27.67 зависит, что такое А, Б, С. Это зависит, на какую специальность вы идете. Например, 17.69 будете платить, если вы пойдете на юридический или преподаватель младших и средних классов. 25.04 вы будете платить, если пойдете, например, на архитектуру или журналисты, психологи и так далее. Ну, в принципе, это все можно посмотреть, я говорю вам как пример. И 27.67 вы будете платить, если пойдете на медицину, на ветеринаров, инженеры и так далее. Что это за цена вообще? 17.69, 25.04, 27.67. То есть что это цена? Это цена за один кредит. Что такое кредит? То есть каждый предмет в университете имеется количество этих кредитов. Но в год, обычно в год, это 60 кредитов. То есть обычно. То есть вы эту сумму должны умножить. То есть, например, если вы идете на медицинский, то есть вы эту сумму умножаете на 60 этих кредитов. И вы получите сумму за год. То есть у вас получится эта сумма. 1660 евро за год. На медицинский, если вы будете учиться в университете в Каталунии. И плюс, соответственно, всякие пошлины. Плюс где-то 140 евро вы заплатите за всякие пошлины. Эта цена одинаковая. Как для испанцев, так и для иностранцев. Эта цена не отличается. То есть вы можете это все просчитать. То есть вот эту вот сумму умножаете на 60. И вы будете знать, сколько вы будете платить. Но есть еще одна сумма, которую вы должны будете заплатить. И она очень немаленькая. Это называется матрикула. Она тоже будет зависеть в зависимости от специальности, куда вы хотите пойти. Вот, например, да, смотрим. Биология 1800 евро. Юридический 1200 евро. Экономика 1200 евро. Инженеры 1800 и так далее. То есть в зависимости, куда вы хотите пойти. Медицина 1690. Журналисты 1693. Ну и так далее. То есть в зависимости, куда вы хотите пойти. Где-то 1200-1800 евро вы заплатите. Что это такое? Это как бы вы платите за место. Это платится раз в год. Вы должны заплатить. Здесь уже цена может отличаться в зависимости от университета. Если вы гражданин Европы. Или резидент Европы. Или вы не резидент Европы. Или гражданин других стран. Цена очень сильно, например, отличается в университете Помпео Фабро. Это уже устанавливает сам университет. За матрикулу для граждан, например, Евросоюза и резидентов Евросоюза. Они, например, берут на юридически 1200 евро. 1232 евро. А для других граждан других стран. Вернее, для граждан других стран. Они берут 6800 евро. То есть можете себе представить, какая разница. Но здесь уже в зависимости от университета. То есть университеты, которые берут в два раза больше. Эту матрикулу, в отличие от гражданином какой страны вы являетесь. Или в полтора раза. То есть в зависимости от университета. Здесь уже цена может отличаться. Но сама цена обучения. То есть вот этих кредитов. Она одинаковая для всех. Так что в зависимости от специальности, к которой вы хотите пойти. Цена у вас будет для государственного университета. Плюс-минус от 1100 до 1700 евро. То есть в зависимости какая специальность. Ну соответственно и матрикулу вы заплатите. От 1200 до 1800 евро. Это если вы являетесь резидентом Испании. Или гражданином Евросоюза. Так, это мы рассмотрели. То есть эти цены мы уже знаем. Я оставлю ссылку этого университета. И вы можете посмотреть сами всю информацию. Например, если мы возьмем просто на примере этого же самого университета. Чтобы понимать. Здесь, например, мы возьмем юридически. Сколько же будет стоить юридически. Мы заходим и смотрим. Цена 1202 евро. Это ориентировочно. Потому что есть какие-то пошлины. И соответственно может немножко будет больше. Больше, немножко меньше. Здесь вот стоит сколько человек. Сколько мест. 260 мест. И все остальное. То есть какие практики. План на учебу. И все остальное можно будет здесь посмотреть. Например, если мы возьмем какую-то другую специальность. Например, инженеры. Инженеры информатики. Сколько же цена у нас будет здесь. 1800 евро. 55 мест тоже. Здесь тоже можно все посмотреть. Ну, в принципе, цены все устанавливаются. Ничего больше с вас не возьмут. Единственное, что в каждом университете есть свои пошлины. Соответственно, еще платятся учебники. Всякие страховки. Ну и все остальное. Например, экономику мы посмотрим. Сколько стоит экономика. Вот 1200 евро. 170 мест. Ну, в общем, все. Я оставлю ссылку. Вы можете посмотреть. И выяснить, какие цены. Все посмотреть. Это что касается государственных университетов. В Испании есть еще частный университет. Международный частный университет. И, например, мы можем сравнить цены. Сколько же стоит частный университет в Испании. Без проходных баллов. В этом университете частном нет проходных баллов. Вы можете пройти с любыми оценками. Главное заплатить. Например, берем медицину. Сколько же стоит медицина. И смотрим. Здесь все расписано. 14 700 евро. Тоже это все ориентировочно. Плюс-минус. Это такая цена. То есть 14 700 евро вы заплатите, если хотите пойти на медицину в частный университет. Например, юридические. Сколько юристы будут платить? Юристы будут платить меньше. Юристы будут платить 10 тысяч 20 евро. То есть у них один кредит стоит 167 евро. Не 17, 20 или 25 евро. А 167 евро. Так что я тоже оставлю ссылку. Вы можете посмотреть. Вот архитектура. Сколько стоит архитектура учиться? Тоже 10 200 евро. Так что вы можете сами посмотреть цены. Вы можете сами посмотреть проходные баллы каждого университета. У каждого, чем дальше от Барселоны, тем меньше проходной балл. То есть университет Тарагоне, там Сабадели, Джероне будет, конечно, намного меньше проходные баллы. И вы можете тоже там посмотреть. Но если вы хотите в самый лучший, то, соответственно, учиться нужно хорошо. 14 баллов, это самый высокий балл. То есть там берется не только средний балл в школе последние два года. То есть там сначала берется первое, что берется средний балл последние два года. То, что вы учили бочерата. Не один, а два года. Потом выпускные экзамены. И потом берется еще оценка за работу. То есть дипломная работа. То есть это все плясуется. Я сейчас не буду вам рассказать эту систему. Но кому интересно, можете ставить комментарий. И я вам расскажу вообще, как складываются эти баллы. Как проходят вообще экзамены выпускные. И у меня как раз племянница в этом году заканчивала. И мы можем у нее спросить. Она может нам рассказать. Как же проходят выпускные экзамены. Как берется этот средний балл. И тяжело ли вообще учиться. Она вам все расскажет. Вот. Так что на этом все. Я надеюсь, это видео вам было полезно, интересно. Теперь вы будете знать, сколько будет стоить учеба, если хотите учиться в Испании. Соответственно, все, вся учеба проходит, если это государственный университет, практически все предметы на каталанском языке. Потому что находимся в Каталунии. И государственные учеба, государственные университеты будут, соответственно, преподавать на каталанском языке. Так что, чтобы вы были готовы. Есть, конечно, предметы на испанском языке. А вот международный университет Каталунии. Они будут преподавать на английском и на испанском языке. вот так что я надеюсь вам было полезно это видео интересно если у вас есть вопросы пишите в комментариях я обязательно на них отвечу и подписывайтесь на мой канал подписывайтесь мой на мой инстаграм всем хорошего дня и до скорых встреч